Возле центрального корпуса Тверского госуниверситета появился еще один памятник. Пожалуй, самый логичный. Это бюст Павлу Максимовичу. Человеку, который внес значительный вклад в развитие системы образования Верхневолжья. На торжественной церемонии открытия побывала наш коллега Роман Быков. Это событие давно было долгожданным, само собой разумеющимся. Ведь если подумать, перед одним из корпусов Тверского госуниверситета есть памятник Кириллу Мефодию. Увековечные табличками память Брадиса, Куна и других действительно заслуженных людей. Но не было памятника Павлу Максимовичу. Человеку, который основал когда-то учительскую школу, из которой, собственно говоря, и вырос Тверской госуниверситет. 150 лет назад, в такой же ноябрьский день, Максимович открыл женскую учительскую школу, в которую принимали даже крестьяна. Для них обучение было бесплатным. Значение того события, а также личности самого Павла Павловича, отметил в ходе торжественной церемонии посол Болгарии, который передал тверским преподавателям и студентам привет от их коллег из Великотырного. Павел Максимович, по словам его современников, был даровитым преподавателем и редким по доброте человеком. Основанная им в 1870 году знаменитая Тверская женская учительская школа дала образование тысячам девушкам. Это была школа нового типа. Это заведение просуществовало полвека. В 1919 году на его базе открыли Тверской институт народного образования, который через пару лет трансформировался в пединститут. Тот в 1971 году получил статус Государственного университета. Однако идеи преподавания, заложенные Павлом Максимовичем, живы и по сей день. Потому что заложено было доброе, вечное, разумное. И те мысли и чувства, те думы, которые воплотил Павел Павлович Максимович в своей школе, воплощаются теперь нашим коллективом, нашим современным университетом. Таким образом, во многом именно благодаря Максимовичу, в Верхней Волжье получила свой гуманитарный вуз, который является флагманом классического образования и заслуженной гордостью Тверской области. Переоценить роль Тверского государственного университета в развитии региона, в развитии экономики региона, в подготовке кадров и педагогических кадров, наверное, очень сложно. Потому что тысячи и тысячи выпускников вуза трудятся на просторах нашего Тверского края. Этот бюст работы скульптора Александра Пширатского создавался на народные пожертвования при участии регионального отделения Всероссийского фонда мира. Теперь он станет достопримечательностью университетского сквера, а также местом паломничества студентов. Ведь те наверняка перед экзаменом, на счастье, начнут до блеска натирать бронзового Павла Павловича Максимовича.